МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде всего я хотела бы на сегодня, пользуясь возможностью, Марина, поблагодарить коллег, гражданских активистов, некоммерческие организации, их лидеров, социально ориентированные некоммерческие организации, их лидеров, общественную палату Республики Саха-Якутия, органы местного управления, с кем мы работали по восстановлению и развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия. И выражаю уверенность в том, что наше взаимодействие еще дальше продолжится, поскольку институт уполномоченного по правам человека Республики Саха-Якутия, он в своей работе также тесно связан институтами гражданского общества Республики Саха-Якутия. Мы в своей деятельности по ранним предыдущим периодам, конечно, всегда обращали внимание на то, что права и свободы человека и гражданина должны быть реализованы. Это вытекает из положения Конституции Российской Федерации, где сказано о том, что признание и соблюдение прав и свободы человека и гражданина является обязанностью государства. И поэтому все сегодня действующие механизмы направлены на то, чтобы права человека и гражданина должны быть реализованы. И с 2012 года в Республике Саха-Якутия был внедрен механизм оказания бесплатной юридической помощи. Здесь мы поставили себе акцент по выездам, по охвату самых дальних отдаленных наследов наших в Республике. И как один из примеров можно было бы привести работу выездной юридической группы по оказанию бесплатной юридической помощи в селе Таймылыр Булунского улуса. Это Тюминтинский национальный венкийский наслед, куда мы с рабочей группой, вылетев из Якутска в Усть-Куйго, транзитом на Тикси в этот же день в 22 вечера на двух машинах типа Вахтовка, выехали по реке Лена жителям дальнего самого населенного пункта. И за эти годы мы с 2012 года охватили все муниципальные районы бесплатной юридической помощью и поработали более 250 поселениях. И, конечно же, Марина сегодня, в том числе, этот опыт, считаю, поможет и помогает на данной ответственной должности, на данной ответственной работе. И первое, на что мы сегодня обращаем внимание, конечно, это работа с населением. Это, в первую очередь, приступив к исполнению обязанностей уполномоченного по правам человека в Республике Сахар-Якутия, проводится работа по обращению граждан. То есть идет прием граждан. И за прошедшую неделю, это уже с 30 октября по вчерашний день, уже ежедневно приходят на прием граждане и ставят самые разные вопросы. Это вопросы, начиная от нарушения трудовых прав, по возможности трудоустроиться, нарушения пенсионных прав и по нарушению права осужденного, отбывать наказание здесь, в Республике, вместо того, что был направлен в другой субъект Российской Федерации. Поэтому на сегодня уже проведены две проверки. Я, как уполномоченный по правам человека в Республике Сахар-Якутия, тоже выезжаю на проверки. И вчера, вот позавчера мы были уже в одном из учреждений, где сотрудники считают, что нарушаются их трудовые права. Мы внимательно ознакомились с заявлением. Это имеется в виду уполномоченный по правам человека его аппарат. В аппарате работают очень опытные сотрудники, которые имеют стаж лет и не один год, надо сказать. И тот опыт, который сегодня позволяет эффективно решать такие сложные вопросы. И выехав, мы пообщались с администрацией, и, конечно же, мы пообщались и с заявителями. И на сегодня идет обработка документов и сбор документов, изучение, потому что здесь механизмы тоже могут быть самые разные. Если имеет место быть нарушение, то направляется соответствующее обращение, письма о том, чтобы нарушенное право необходимо восстановить. Или же предоставить какую-то возможность реализовать право, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Или же, конечно же, возможно, направление разъяснений. И второе, это в правосвященной деятельности тоже одним из важных инструментов является механизм правовое просвещение граждан. И телезрители наверняка помнят о том, что в Республике Саха-Якутия с 2008 года действует концепция повышения правовой культуры населения, утвержденная президентом Республики Саха-Якутия, потом главой Республики Саха-Якутия и правительством Республики принимается план, куда интегрированы не только органы исполнительной власти, но и федеральные территориальные органы, которые действуют на территории Республики Саха-Якутия. И одной из задач деятельности уполномоченного по правам человека в Республике является, как я уже отметила, правовое просвещение граждан. Поэтому мы на прошлой неделе провели региональный этап Олимпиады, значит, юридической Олимпиады под названием «Правовой Олимп». Совместно при поддержке Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амусова. А кто стал участником Олимпиады? Юридического факультета и участниками, спасибо за вопрос, Марина, выступили студенты юридического факультета, те, которые имеют повышенные знания, у которых есть интерес к правозащитной деятельности. И, значит, если, ну, такой вот может возникнуть вопрос, а кто, значит, эту Олимпиаду учредил? Эту Олимпиаду учредил, значит, Координационный совет уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе, Дальневосточной академии государственной гражданской службы. И мы сегодня планируем победителей направить на уже такой отбор, уже, которые прошли отбор, направить в Хабаровский. Здесь есть поддержка юридического факультета. Мне бы хотелось отметить сейчас Марина студентов. Это Лазарева Анастасия, Кондратьев Максим, Кузьмин Николай. Студенты третьего курса юридического факультета Северо-Восточного федерального университета. И, пользуясь, конечно, случаем сегодня, хотелось бы ребятам пожелать победы. Цередина Михайловна, а вот такие мероприятия наверняка станут традиционными, да? И участвовать в них могут ли просто граждане, которые изъявили желание такое просветиться, так скажем, юридически? Значит, спасибо за вопрос. На самом деле, конечно, мы видим разного рода Олимпиады, разного рода мероприятия, которые направлены на отбор лучших, скажем так, на выявление лучших и на их поощрение. Поэтому, допустим, ежегодно учреждается премия «Юрист года». И я думаю, что население, которое проявляет интерес, в том числе и правозащитной деятельности, как раз через проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, совместно тоже при нашем взаимодействии, конечно, могут участвовать в таких конкурсах. Сарданна Михайловна, такой вопрос. Вы говорите, вот, значит, люди приходят, жалуются на нарушение тех или иных прав, да? Скажите, есть ли возможность анонимного заявления? Потому что не всегда у нас, допустим, по нарушению Трудового кодекса боятся, может быть, заявить о том, что вот, там, у нас нарушают права, придите нас проверить. Ну, надо сказать следующее о том, что на самом деле существуют целые механизмы в государстве, когда граждане могут обращаться за защитой своих прав. Вот применительно, допустим, по нарушению трудовых прав в Трудовом кодексе Российской Федерации есть такое положение, согласно которому, если работник, обращаясь в прокуратуру или в Государственную инспекцию труда по республике Саха-Якутия, считает, что с учетом его обращения к ним могут быть применены различного рода санкции, скажем так, то он просит письменно заявление об этом не указывать. Значит, в законе об уполномоченном по правам человека в республике Саха-Якутия там есть уже тоже определенные требования, согласно которым гражданин, конечно, он указывает свое фамилию, имя, отчество и обращается за защитой своих прав. И при этом есть определенная особенность, что граждане обращаются к уполномоченному, по правам человека в республике Саха-Якутия, уже при том, что если они обращались в суды, если обращались в надзорные контрольные органы, органы исполнительной власти, местного самоуправления и не добились там решения своих вопросов. Спасибо за ответ. Сарданна Михайловна, у нас остаются две минуты эфира. Хотелось бы услышать от вас, на чем вы сделаете акценты в своей дальнейшей работе? Значит, надо сказать о том, что закон об уполномоченном по правам человека в республике был принят в 2002 году, и в этом году исполняется 15 лет. И все механизмы, которые заложены в этом законе, они на сегодня работают, я считаю, эффективно. Но с учетом вашего вопроса и тех тенденций, которые сегодня есть в развитии гражданского общества, хотелось бы, конечно, в своей работе выстроить совместно с некоммерческими организациями, взаимодействие с институтами гражданского общества. И здесь есть, допустим, уже два примера. Это первое, например, по вопросу национальной принадлежности коренных малочестных народов Севера. У нас вкладыша нет. И Ассоциация коренных малочестных народов Севера, как НКО, уже сегодня ставит этот вопрос. Тогда мы через некоммерческую организацию могли бы защитить, скажем так, права всех коренных малочестных народов Севера. По этому поводу у нас договоренность с уполномоченным по правам коренных малочестных народов Севера Робитом Константином Васильевичем имеется. Спасибо вам большое за содержательную беседу, Сардана Михайловна. Мы желаем вам успехов в вашей дальнейшей работе. И напоминаем нашим телезрителям о том, что у нас в гостях был уполномоченный по правам человека в республике Саха-Якутия Сардана Гурьева. Оставайтесь на нашем канале, и мы обязательно обсудим все самые важные вопросы. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»